Кто-то считает этот вид спорта жестоким, кто-то называет его школой жизни. Это я о боксе. В Барнауле в эти дни проходит первенство Сибирского федерального округа по боксу. Участвуют почти 200 человек в возрасте от 15 до 16 лет. Почему турнир посвятили Владимиру Мудрику? Кто его почетный гость? Есть ли секции, где дети могут заниматься боксом бесплатно? Об этом и не только поговорим. А в студии у нас сегодня Иван Куц, первый заместитель председателя правления Федерации бокса Алтайского края. Здравствуйте, Иван. Рад вас видеть. Так вот, почему посвятили турнир Владимиру Мудрику? Владимир Иванович Мудрик совсем недавно ушел из жизни, к сожалению. И это почетный президент Федерации бокса Алтайского края. Он много сделал не только для бокса, он сделал очень многое в в целом для спорта. Это и волейбол, это и футбол, и теннис, и, конечно же, бокс. Для бокса им было в свое время проделана очень большая работа, и начиная с 2000-х еще годов. И мы гордимся даже тем, что мы сегодня назвали свой турнир в его честь, в его память. Я знаю, что у вас есть почетный гость. Это олимпийский чемпион Шамиль Сабиров. И он очень часто приезжает к нам. Почему? Ну, тут интересная еще как бы история. У него отчество Алтаевич. У него отчество Алтаевич, но он не... Тянет на Алтай. Он не был рожден. Здесь, значит, его отец, естественно, носил имя Алтай. А его дед, его дед, он имеет корни отсюда и уважает землю алтайскую, и поэтому своего сына назвал Алтаем. А Шамиль Алтаевич, в общем-то, всегда хорошо отзывается о нашей земле, приезжает к нам. Он был и не только на подобных турнирах, он был и на турнирах у нас на День города Барнового, когда у нас проходил турнир по профессиональному боксу. А насколько часто вообще регион наш принимает первенство Сибирского федерального округа? Вот чем мы заслужили это? Насколько часто? Ну, бывает, что вообще не принимает или не принимал, скажем так. Вот в прошлом году мы приняли два первенства Сибирского федерального округа. В этом году одно первенство мы принимаем. С чем это связано? Это принятие решения за Федерацией бокса России. Отдается оно не просто тем регионам, тем федерациям, значит, которые, ну, проявляют себя на достаточно высоком уровне. Это говорит о чем? О том, что мы, как общественная организация, можем многое, и, конечно же, наш регион, в том числе и правительство Алтайского края, и в лице Министерства спорта и так далее. У нас есть хорошая инфраструктура в Алтайском крае, в городе Барнауле. Вот сегодня турнир проходит в Победе, в спортивном комплексе. Абсолютно, значит... Все условия созданы для боксера? Абсолютно все условия, абсолютно подходящая инфраструктура. Все приезжие, а их 10 регионов, они довольны. Скажите, вот подготовка к такому турниру наверняка занимает много времени, много у вас хлопот вообще в связи с этим? Ну, у нас как получается? Что профбокс, профессиональный бокс, да, что турнир по, скажем, по любителям. Ориентировочное время подготовки к такому мероприятию у нас занимает, ну, первое установочное собрание, ну, где-то за месяц. Это еще, скажем, слишком короткий срок. А то и раньше. Бывает и полтора месяца. Бывает и полтора, но с учетом нашей сегодня, скажем, профессиональной подготовки нашей организации и всех ее членов правления, в том числе председателя правления Танаяна Армена, хочу сказать, что мы можем и за три недели даже, в принципе. Подготовиться, если нужно будет. Начинать подготовку, конечно. Вот я знаю, что председатель федерации Танаян лично объехал все школы по боксу в Алтайском крае. Зачем это нужно было? Ну, есть такое понятие, наверное, как личное, наверное, личное посещение. Личная заинтересованность? Да, ну, это безусловно. Ну, и, наверное, больше к социологии подойдем, потому что проведение такого, скажем, социологического исследования, хотите, среза тех или иных проблем, которые после объезда происходят, они нужны для того, чтобы поставить цели и задачи на перспективу. Разработать стратегию и дальше двигаться, что и было, в принципе, сделано. Пока своими глазами не увидишь те или иные, скажем, школы бокса, которые находятся у нас и в отдаленных, естественно, районах края, ничего, как бы, по стратегии не принять решение. Я хочу сказать, что даже удаленность, это еще не всегда плохо. Вот город Яровое возьмем, предположим, ну, самая дальняя наша точка. Но, хочу сказать, там, в принципе, все на уровне. А где он не очень на уровне, чтобы после этого объезда, скажем так, хотелось исправить? Ну, как ни странно, вот, получается, сам город Барнаул, он, ну, является достаточно, наверное... Оснащенным, да? Оснащенным, да, по всем, значит, и тренерскому составу, и инвентарем, и так далее. А вот прилегающие районы к городу как-то странно, то есть... Это какие? Первомайские там? Ну, и Первомайские, Павловские, Калманские, образно говорят, Альменские и так далее. Ну, то есть не скажешь, что там большие, скажем, ну, не то чтобы возможности, а большие потенциалы. Вот их надо развивать. Но город Новолтайский я не беру, это, естественно, отдельная тема, это хорошие там созданные инфраструктуры и условия. А вот приближенные районы к городу Барнаулу надо, конечно, нам развивать. Порой мы возьмем сейчас город Камень на Абе, город Рубцовск. Это одни из лучших муниципальных образований, в которых развито все с точки зрения олимпийского вида спорта бокса. Созданы все условия при поддержке, в том числе, действующей власти муниципальной. Это очень важный, как бы, показатель, когда личная заинтересованность главы, скажем, муниципалитета в развитии олимпийского вида спорта того или иного. Не обязательно бокса. Я поняла. То есть надо как-то мотивировать и других людей, которые тут у нас недалеко от Барнаула, чтобы они уделяли внимание боксу. Вот боксеры, которые добиваются успехов, как они примируются, например, Федерации бокса Алтайского края? Ну, разносторонняя, значит, есть мотивация, конечно, что тут говорить. Примируются по-всякому. Если мы перейдем в денежный эквивалент, ну, и он есть, конечно же, как без него. Это и различные преференции, это и, скажем, спецодежда, которую боксер после того, как он достиг определенных результатов, может одеть, может носить. Это костюмы членов сборной Алтайского края. Сегодня не каждый может такую, скажем, одежду одеть. Это и создание определенных условий для занятия этим видом спорта. Есть у нас специализированные залы, которые подходят под, скажем, специализацию. Ну, то есть выиграл, и вот тебе занимайся в специализированном зале, да? Чего-то достиг, чего-то достиг, и обязательно ты будешь смотивированным. В том числе и, конечно, это касается и финансовой части. Ну да, вот я знаю, что вы ввели стипендию для спортсменов. А за что будут сражаться вот эти боксеры? Там путевка на чемпионат России или что? Да, обязательно. Первенство Сибири, либо чемпионат Сибири – это выход уже на уровень федеральный. В данном случае, я хочу сказать, у нас из 170 человек, которые принимают участие в данном первенстве, 26 человек – это сборная Алтайского края. На минуточку. Такой показатель, да. Мы стремимся к тому, чтобы, по прогнозам, у нас, ну, около пяти хотя бы человек стали, скажем, первыми в этом турнире, в этом первенстве. И они смогли поехать на первенстве России, да? И они бы смогли поехать на первенстве России и стать, конечно же, членами сборной российской федерации. А вот есть ли девушки на этих соревнованиях? Нет, на этих соревнованиях девушек нет. Это среди юношей как бы турнир проходит. Ну, девушки у нас, кстати, я хочу сказать… Я знаю, что есть известная боксерша у нас. Да, есть Лера Варанцова. Победительница, да, первенства Европы. Она многократная у нас победительница и России, и Европы в том числе. Ну, она, конечно, готовится, возможно, готовится и может стать участником Олимпиады. Возможно, конечно. И мы все для этого делаем. Мы федерация Алтайского края, конечно, и федерация… Ну, вот у нас одна такая, да, девушка, которая подает большие надежды. Ну, вот такая одна, да. Ну, у нас и подрастают, в принципе. У нас, если вот так, скажем, в целом по России, неплохая женская сборная. А вот на этот турнир когда лучше всего прийти зрителям? Когда самые интересные бои? Ну, может быть, кто-то еще не сходил? Ну, скажем так, они все зрелищные бои вот сейчас. Почему? Потому что уровень высокий, конечно же. А, наверное, самый интересный – это полуфинал, ну и финал, который будет проходить 7 февраля. А полуфиналы? Полуфиналы будут 6 числа, и на следующий день уже, естественно, будут финалы, и затем у нас процедура награждений будет происходить. А это в победе? Вход бесплатный? Вход бесплатный, да. Естественно, вход бесплатный. На первом этаже, и на втором есть зрительские трибуны, на которых можно… С середины дня, я так понимаю, да, там соревнования? Да, середины дня с обеда, начинаются, значит, с двух часов, и пока тут время четкого нет, потому что может по-разному идти ход боев. Вот, ну, где-то там до 8 часов вечера. Вот как вы считаете, я знала, что вы сами занимались в детстве боксом, что дает вообще бокс и юношам, и девушкам? Ну, видите, какая… Я уже сказала, что его многие жестоким называют, видом спорта. Да ничего абсолютно жестокого нет, это видно сегодня и по тем, скажем, участникам, которые к нам приходят заниматься. Это маленькие даже ребятишки, это и от 4 лет сегодня ведут, но больше, конечно, не занимаются общей физической подготовкой, это естественно. Вот, и потом постепенно переходят уже на… ну, на дальше, на уровень. И родители сегодня абсолютно крайне в этом заинтересованы, потому что это дает многое. Во-первых, это физкультура, конечно, как минимум, как минимум, и это воспитание духа. Нет никаких предпосылок к тому, что ребенок должен выходить и, как сказать, на улице где-то отрабатывать эти удары. Это строго воспрещено, в том числе и строго пресекается нашей организации, конечно же. Мы, самое главное, мы только стремимся к одному – это воспитать дух, воспитать человека, сделать ему, кому-то сделать социальный лифт тем самым, и чтобы он ушел дальше. Ну, вот, к примеру, возьмите нашего председателя правления Армана Танаяна. Ну, бокс ему дал в жизни вот многое. Многое дал, и он тем самым сейчас, скажем, дает… Ребятам то же самое, да, старается передать. Отдает теперь свое, отдает свое, чтобы ребята выросли, ну, скажем, людьми. Хорошими людьми. Вот родители, например, да, которые придут, посмотрят на эти соревнования и захотят, чтобы их дети занимались боксом. У нас есть какие-то бесплатные секции, куда можно ребятишек отдать? Да, у нас, естественно, у нас практически бокс, он вообще как бы социальный вид спорта, я имею в виду. Очень редко, да, где-то заплату? То есть, может, уже на определенном уровне когда? Есть клубы заплату, которые, ну, там, с надбавками, но это особые условия по, скажем, тренировочному процессу. Особый инвентарь там и так далее. Ну, кто-то хочет больше, ну, получит, в принципе, может получить больше, но, в принципе, все везде одинаковое. В Барнауле, например, сколько, какое количество секций? У нас порядка 17 клубов, которые сегодня могут принять, ну, скажем, потенциальных боксеров, ребятишек без проблем. Все, скажем, консультации... Федерации бокса, да, можно? Либо информации можно получить в Федерации бокса. Телефон этот в любых справочниках имеется. В интернете можно. В том числе и в Дубльгисе, и там во многих других. Ну, я желаю вам удачи, успехов и новых чемпионов. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Иваном Куцем, первым заместителем председателя правления Федерации бокса Алтайского края. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...